Первая русская праздничная елка прошла в России в 1817 году. Она была проведена по указу великой княгини Александры Федоровны, жены будущего императора Николая I и дочери прусского кайзера Фридриха Вильгельма III. Она ввела такой обычай в память о своем детстве в Германии, где эта традиция была популярна еще, в общем-то, с языческих времен. И на этот праздник было принято дарить подарки. Подарки были разнообразные. В основном дети получали какие-то книги, украшения, наряды. Так, например, Ольга Николаевна, дочь будущего императора Николая I, в качестве одного из праздничных подарков получила прекрасный рояль. А ее брат, будущий император Александр II, получил на праздник, на Новый год от своего отца бюст императора Петра Великого, которого он считал идеалом правителя и образцом для подражания. Император же предпочитал получать от своих детей в качестве подарка какие-то вещи, которые бы они сделали своими руками. Дорогие подарки, в общем-то, не поощрялись. Друг другу дети дарили тоже какие-то небольшие сувениры, которые они могли купить на свои карманные деньги. Подарки дарились также и придворным. Для этого даже устраивалась лотерея, для которой изготовлялись специальные билетики, которые нужно было вытягивать. Также часто в качестве подарков поступали изделия, изготовленные на императорском фарфоровом заводе. В общем-то, с тех пор эта традиция перешла народ и простые люди, обычные жители России стали в Новый год друг другу также дарить подарки. Сотрудники мультимедийного парка поздравляют вас с Новым годом и желают вам благополучия в Новом году, самое главное здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. С Новым годом!